Всем привет! Мои хорошие, сегодня у нас рубрика ванна у Светланы. Будет много интересного. Итак, поехали! Сегодня у нас с вами натуральный уход за лицом и волосами. Пришла очень интересная посылочка от Bio Beauty. Сейчас будем все вместе с вами открывать. Так выглядит посылочка. Сейчас вместе с вами будем ее вскрывать. Вот такая тут красота внутри. Первое это биошампунь. Мне было очень интересно давно уже попробовать. Биошампунь маска с крапивой для укрепления жирных волос. То есть их несколько для определенного типа волос. Я сейчас сниму слюду, чтобы мы с вами как следует прочитали. Смотрите, какая прелесть. Это у нас с вами натуральное мыло с люфой или с люфой, правильно, если как. Поправьте меня, девчонки. Это апельсины. Их тоже несколько у Bio Beauty. Вот такая веревочка. Сейчас тоже откроем. Мне на самом деле очень интересно. Давайте посмотрим с вами применение. Намочите мыло с люфой горячей водой. Круговыми движениями очистите кожу. При первом использовании люфа может показаться жесткой. Но с каждым разом она становится мягче. После применения храните мыло в подвешенном виде или на мыльнице люфой вниз. Вот она, вот эти вот вниз получается. Так, и состав у нас с вами. Вот. Потрясающий, слушайте, состав. Замечательный. Действие. Глубокое очищение кожи и пор. Сейчас будем с вами лицо умывать. Пенный массаж, отшелушивание, эфирные масла. Здорово. Так. И следующий продукт это ополаскиватель. Сейчас тоже слюду сниму, а для волосы посмотрим. Так, биошампунь. Что у нас тут с вами? Способ применения. Две-три столовых ложки для длинных волос может понадобиться больше. Развести водой 60-80 градусов. Ага, сейчас поставим чайник. До густого кефира. Равномерно распределить по коже головы и подержать 5-10 минут. Тщательно промыть тёплой водой. Укрепление волос волосяной луковицы. Устранение чрезмерного выпадения. Восстановление структуры. Так, устранение быстрого засаливания. Сила, упругость. Здоровый блеск эластичный. Сломкость течения устраняет. Продлевает жизнь прически укладки. И насыщает микроэлементами и витаминами. Не тестируется на животных. Веганские продукты. Натуральные, без химии. Я очень люблю Бео Бьюти. Поэтому хотелось попробовать и уход за волосами. Минеральная композиция. Злаковая. Фито. Циолит. Вот так вот всё интересненько. Так, а состав? Состав у нас внутри, наверное, с вами подробный, да? Так, сейчас откроем. Здесь у нас вот такая баночка. Вот такая. Откручивается. И внутри инструкция. Пахнет очень-очень натурально. Какими-то элементами, микроэлементами. И элементами. Крапиву чувствую. Здесь вот такой вот таровяной, землистый запах. Как и всё у Бео Бьюти. Натуральная. Инструкция по применению подробная. Так, давайте дальше смотреть ополаскиватель. Ополаскиватель тоже 100% натуральный для укрепления роста волос. Восстанавливает здоровый блеск, устраняет ломкость и сечение. Так. У нас здесь с вами действие. Используется как горячий и холодный настой для ухода за кожей головы. Состав. Морская соль, математик. Вот видите, сколько много здесь трав на самом деле. Будем с вами ополаскивать. Так, а где инструкция, как нам его разводить? Сейчас посмотрим, что у нас здесь внутри. Инструкция. А, в пакетиках. Ой, как удобно. Как чай. Смотрите, я думала, опять сейчас будет порошочек. Нет. Это травы в пакетиках. Ополаскивать волосики. Вот такие. Вкусно пахнет травками. Такие они практически непрозрачные. Здорово. Сколько нам с вами пакетиков нужно на раз заварить. Ага, 2-3 пакетика в удобную посуду залить кипятком. 100-200 миллилитров. Ну, сколько нам нужно, да, на волосы? Через 15 минут отжать и остудить. Добавить холодной воды до объема. То есть, больше, чем половину, да, еще добавить воды холодной. Ополоснуть волосы и кожу головы после окрашивания натуральными красками или после мытья биошампунем. Не смывать. Здорово. Так, сейчас будем с вами все заваривать. Распечатала мыло. Оно великолепно. Просто великолепно пахнет апельсином. Очень, очень натурально. Просто потрясающе. Когда апельсиновый сок выжимаю, вот такая вот одушка. Класс. Супер. Так, чайник вскипел. Теперь заливаем. Мы с вами заливаем кипятком ополаскиватель. Я выбрала ковшик, потому что мы же потом будем разводить. Да? Вот так. А уже шампунь нам нужно залить же с вами. Температура воды должна быть 60-80 градусов. Взяла еще одну кружку с холодной водой. И мы сейчас здесь замешаем с вами нужную нам температуру. Я думаю, вот так, да. Холодной было мало. И добавляем сюда. До кашицеобразного нам надо состояния. Сейчас посмотрим, как получится. Если что, слегка добавим. Жидковато, надо было поменьше водички. Сейчас еще ложечку шампуня можно добавить. Оно сейчас еще пока настоится. Загустит. Вилочкой помешаем. Добавила еще ложечку. Вот такая вот пока консистенция. Нам нужно оставить на 5 минут. Пока шампунь настаивается, я предлагаю все-таки сначала помыть волосы обычным шампунем. А потом уже наносить вот этот шампунь-маску на кожу головы. На всю длину и носить. Так что я пошла мыть волосы. Дальше хочу использовать именно мочалочку. Мочалочку. Мыло для лица. Потому что, когда мы нанесем шампунь травяной на волосы, я думаю, он может течь. Это будет не совсем удобно. Поэтому давайте умываться сейчас. Я его замочу. Мыться. И вот этой стороной, где у нас люфа, вот так с вами очищаемся. Вот. Закрываем. Она нам больше, наверное, не нужна. Ой, хорошо, пеница. Смотрите, как. И вот этот скрабирующий эффект за счет этой люфы. Я, может, неправильно, девчонки, говорю. Не обижайтесь. У меня тут татуировка. Заодно сейчас мы ее удалим. Остатки. Уверлик. Так. У нас сначала твердая, потом написано будет мягкая. Ну да, немножко все, когда тут промылится, да. А пока такой скрабирующий эффект хороший. Я такие вещи люблю. Аромат обалденный. Пенится хорошо. Аж до красноты. Прямо вот. Я так очень люблю. У меня тут ранка меня крестюшка царапает. Так. На веки. У меня вообще здорово. Интересный формат. У меня такого никогда мыла не было, но я видела. Многие девчонки хвалили. Классно. Сейчас посмотрим. Написано, что очень хорошо очищает. Интересно. Лоб. Ой, я боюсь эту рану. Свою сейчас я сдеру. Потому что она пока твердая. Ну, прям я до красноты. Класс. Вот так оно выглядит. Доставки моей татуировки. Сейчас мы все промоем. Я надеюсь, она уже чуть-чуть потом помягче. Так. Я ее буду, наверное, вешать. У меня здесь есть крючочки. Мыльница. В принципе, можно руками еще вот так пройтись. Где не прошлись мылом пеньцы, очень хорошо. Только кожа уже практически высохла. И аромат мне нравится. Он такой натурально апельсиновый. Вот если с куска яркий-яркий, то здесь на коже уже такой приглушенный и более такой спокойный. Аромат мыльной основы. Апельсин уже уходит на второй план. Но аромат очень приятный. Так, давайте смывать. Смотреть. Задрала все-таки свою рану. Но что хочу сказать. Кожа покраснела мне. Поры. Поры действительно идеально чистые. Она чистая до скрипы. Пока стягивания никакого не чувствую. Но сейчас, может, подсохнет и буду чувствовать. Сейчас будем с вами наносить на волосы шампунь. Но я буду делать это над ванной без вас, девчонки. Потому что я боюсь, я вся изляпаюсь. Над ванной хорошо промассирую. Потом возьму закулочку, все заколю. И вам тогда покажусь. И заодно на лицо потом с вами какую-нибудь масочку придумаем. Прелесть. Это знаете по типу чего? Это по типу хны. Вот по типу хны. На волосах такой травяной отвар. Смесь даже, я бы сказала, не отвар. И вроде пока не течет. Но мы волосы подсушили. Распределилось хорошо. Буду носить 15 минут. Потом будем смывать и ополаскивать. Хорошему можно было бы и шапочку одеть. И в полотенце укутать. А на лицо будем вот такую вот яблочную маску от Агафьи наносить. Неплохая масочка, но такая не сильно питательная, не сильно увлажняющая. Просто, не знаю, легкое увлажнение что ли, выравнивание. Мне нравится вот эта ее гелевая консистенция. Пока моя любимая маска сезона идет, будем добивать и эту. Кожа хорошо очищена, поэтому сейчас она любые масочки впитает хорошо. Красота. Да, такие гелевые я тоже наношу на веки. Все как обычно. Вот так. Все, уходим, девчонки, 15 минут. Вот тут прям я все хорошо натерла. Ну что, прошло 15 минут. Конечно, стекло немножко я извозякалась. Поэтому сейчас будем с вами как следует все смывать. Смывать маску и ополаскиваться отваром. Отвар вот как он выглядит сейчас. Я немножко добавлю туда сейчас тепленькой водички. Разбавим его, да. И будем споласкивать волоски. Погнали. Все. Волосы по факту жестковаты. Мне кажется, девчонки, вот уже это будет песня для жирных волос. Но я вам обязательно расскажу. Похожу, они высохнут. Посмотрим. Но на кончике, скорее всего, я буду наносить что-то. Потому что они жестковаты. После того, как ополаснула ополаскиватель, они стали немного помягче. Посмотрим. В общем, посмотрим, пока судить рано. Высохнут естественным путем. Масочку с мылом переделась. Давайте дальше уход осуществлять. Тоник Биаглоу. Я вам про него не рассказывала. В обзоре новинок 1338. Это новинка. У нас был с вами Софнер Биаглоу. Это тоник. Очень классный, очень крутой. Мне безумно нравится запах вот этого апельсинчика. Очень хорошо увлажняет. Параллельно он кислотный у нас с вами. Хоть и немножко. Аскорбиновая кислота, витамин С здесь есть в составе. Поэтому все отлично. Увлажняет здорово. Дальше. Если я иду на улицу, я использую крем-куркума с эспернием. Но если не иду, в данном случае нет. У нас с вами утренний уход получился. То гиалуронку добиваю, вот этот вот концентрат. Очень хорошо сейчас заходит на холодное время года. И как сыворотку можно использовать. Можно как самостоятельный продукт. Я в данном случае как самостоятельный продукт. Мне его достаточно, моя кожа. А можно и под кремушек, усиливая его. И красота. Сейчас еще патчи. И все. Кожа наша чистая, довольная. Все в себя впитывает. Никаких высыпаний от концентрата у меня не было. Даже в теплое время года. Вообще. Вот не знаю почему. Он вроде самый концентрированный продукт. Но от него не было. А сейчас уж тем более. На холодное время года серия вообще классная. На премию какую-то даже, по-моему, завоевала, если не ошибаюсь. Вот здорово впитается. Сейчас лицо упругое. Здорово. Пока липкость. Пока липкость есть. Но я прощаю это. Потому что она потом пропадет. И кожа выглядит вообще потрясающе. Так. Ну все. Уход с вами осуществили. Все сделали. Все потестировали. Все пока понравилось. По волосам чуть попозже, когда высохнут. Уже покажу. Можно вместе с вами снять полотенчик. Не знаю, не будет ли на них оттенок. Да не должен быть, мне кажется. Я промыла как следует водой. Как следует водой промыла. Все смыла. Маску с волос. Да, маску с шампунь. И ополоснула потом просто вот этим вот отваром, не смывая его. Ну жестковатые. Они жестковатые. Но зато, мне кажется, они будут здорово блестеть. А так пока жестковатые. Сейчас, наверное, на кончике я нанесу. Вот она у меня здесь как раз. Сыворотка. Очень нравится серия Блондек. Силикон вообще прям обожаю. 27-13 артикул. Только на кончике. Корни не буду трогать, потому что они у меня тоже достаточно быстро жирнятся. Недавно с девчонками как раз в Телеграм на эту тему разговаривали. Вот смотрите, девочки. Мне кажется, вот эта тема вообще для жирных корней подойдет как нельзя лучше. Они скрипят прям, волосы они скрипят. Они до скрипа чистые. Никаких тут силиконов вам ничего, пожалуйста. И все. Будет объем 100%. Это уже на мокрых волосах даже видно. И будет, мне кажется, дольше волосы чистыми. Ну что, девчонки, волосы высохли естественным путем. Что по факту? По факту волосы объемные. Волосы блестящие. Волосы мягкие. И как-то вот, как их положишь, так и лежат. Не могу сказать, что мочалка. Как бы, ну, жестковаты кончики. Но они такие вот, знаете, нормальные. Все отличненько. Но объем прям вообще супер. Это вот они как висели, так и высохли. Если сейчас еще мою любимую заколочку для объема поносить, то вообще на голове будет шапка. Вот их поправишь, как поставишь, так они и стоят. Блестят, живые, красивые, рассыпчатые. Мне очень понравилось. Прям вот здорово вообще. Супер. И они были вот мокрые, когда они были какие-то вот сильно жесткие. А когда высохли, как бы все отлично. Подвижные, живые, объемные. Такие, знаете, какие-то густые. В общем, классно. Все понравилось. Ссылочки на биобьете вам оставляю под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.